Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим итоги по фондовому рынку, торгового дня в Европе. Также сейчас торгуется рынок США и вот какую картину мы видим на текущий момент. Давайте чуть-чуть увеличим, чтобы удобнее было смотреть. Вот мы видим, что S&P, Dow Jones и Nasdaq, и все-все в плюсе, особенно Nasdaq. Идет восстановление после вчерашнего падения. Европа практически вся закрылась в плюсе, кроме Праги. И мы видим, даже Россия и Египет сделали на 1,8% рост. Что это значит? Это значит, что рынок уже постепенно приходит в себя после вот такой небольшого шока по поводу китайской компании Huawei. Мы вчера ее разбирали, увидели, что в общем-то компания будет жить и дальше. Она достаточно серьезно финансово подпитана. В общем-то сейчас некоторые комплектующие будут просто закупаться не в американских компаниях, а у других аналоги есть. В общем, конечно, есть некоторые моменты, но есть и потепление. Мы видим, что Трамп также начинает игру на обратного хода. Так сказать, что планы по Huawei немножко меняются. И это говорит о том, что Трамп не хочет какого-то затяжного конфликта, а хочет какого-то решения. Поэтому мы помним историю ZTE. Вот давайте сейчас посмотрим, насколько торгуются ее акции. Так как это публичная компания, в отличие от Huawei, мы можем посмотреть. Помните конфликт, который был по ZTE? И вот сейчас мы также можем посмотреть, что компания восстановилась. Акции ее очень сильно были упали. Вот видите, когда был конфликт, акции практически восстановились. Такая же история будет и с Huawei. Хоть не в акциях, но в общем, в любом случае ничего серьезного вам не будет происходить. Также интересный момент. Давайте сейчас мы посмотрим, коли уже начали смотреть на интересный график. Перейдем на акции. И что мы видим на текущий момент. Вот за последние двое суток акции практически то падали, то росли, но сильно не изменились. В общем-то и другие активы ведут себя похоже. Последнее время даже вот мы видим, что в 50 пунктах Dow Jones ходит. То есть это очень мало. Если в процентном соотношении, чтобы вам было более понятно, то вот сейчас этот рейндж... Сейчас еще раз. Этот рейндж достаточно узкий. Что-то не берется, но ничего. Около 0,3%. То есть очень узенький рейндж. Понятно, что мы выйдем из него, но на текущий момент действительно нет истории. Истории новостных. Индекс оптимизма немножко вырос по акциям за последние сутки. Это связано с тем, что Китай прежде всего начал вводить новые деньги. Около 80 миллиардов было в систему впущено репо. 7-дневным. Это стимулирует, конечно, акции и вообще банковскую систему Китая. В общем, Китай себя поддерживает, какие планировалось. Что касается тарифной политики, то Трамп там все держит под контролем, так сказать. Сначала пугает, потом делает более мягкий сценарий. И вот мы видим, что это позитивная также новость. Что касается отчетности, то уже практически все вышло и достаточно хорошо. Поэтому, в общем-то, в итоге мы видим, что негативных факторов, по сути, уже нет. Все ушло в историю. И если мы посмотрим на стратегию, то сегодня мы снова немножко изменили свою тактику и снова решили прикупиться. Поэтому вот практически то входим, то выходим практически на одних и тех же уровнях. Но, в общем-то, сейчас такой очень сложный рынок поднять краткосрочные тенденции. Поэтому, если посмотреть в агуле, то вот мы видим, сейчас как бы зарождается восходящий такой небольшой тренд. И если будет все хорошо, то, возможно, мы пойдем дальше. Но сейчас есть, конечно, сомнения, поэтому не будем загадывать. Если мы посмотрим на более долгосрочные тенденции, то мы видим, что акции достигали практически уже пика. И потом вот идет такое восстановление. Давайте глянем на более длинную историю. Она более интересная. Видите, такие три вершины было нарисовано. Практически на одном уровне. И если мы начертим график немножко другого формата. Давайте попробуем. Вот такая поддержка на текущий момент. Вот в таком узком диапазоне. В принципе, нормально идти. И мы сейчас внутри этого канала. И это говорит о том, что поддержка, в общем-то, сохраняется. Но есть риски, о которых мы говорили. Они, в общем-то, есть. И поэтому лучше сейчас подождать, отдохнуть, посмотреть на более четкость ситуации. Потому что сегодня растут, как вы видите, практически все компании. Apple, 3M и другие, которые мы разбирали в обзорах. Но уверенности, что будет такой рост, дальше нет. Поэтому нужно некоторое время посмотреть на ситуацию по торговой войне, по отчетностям. Все это уже как бы в прошлом. Нужны новые фокус-факторы. На текущий момент это все. Хорошего дня. Удачных инвестиций.